Сегодня в гостях мы принимаем сплошь красивых и талантливых девушек. Прямо сейчас разрешите представить молдавскую танцовщицу и хореографа Олесю Неспяк-Микуля, которая победила в румынском, очень популярном телевизионном конкурсе «Уйтичини Данцаза. Смотри, кто танцует». Да, друзья, чтобы вы понимали, вместе с партнером по проекту, актером Мариусом Маноле завоевала победу. Зрители, по большей части, проголосовали именно за них. Вот именно, как сказать, половине этого танцевального дуэта мы сегодня говорим «Доброе утро». Доброе утро. Спасибо большое за приглашение. Итак, вот как ты оказалась на конкурсе в Румынии? Как ты туда попала? Тебя позвали, сама попыталась туда попасть. Вот как это было? Я попала на конкурс «Уйтичини Данцаза» благодаря моему хореографу Лилиану Кораловичу, за что ему огромное спасибо. Он просто меня посоветовал, взял за ручку, поехали на кастинг, и после этого я две недели тряслась и думала, наверное, нет, наверное, нет, наверное, недостойно, наверное, ну, куча-куча всяких мыслей. И потом мне позвонили и сказали, вот такого-то числа билет. Я говорю, это значит, что да? И они такие, да, приезжай. А как ты переживал? В принципе, зрители нашей страны по большей части тебя знают, как участницу шоу-танцы на ТНТ, ну, соответственно, как бы, по идее, ты уже калач-тертый, иначе ты должна была, что, конкурс какой-то, где в Румынии, да легко. Нет, после того, как меня недооценили в России, было очень сложно сделать определенный шаг и попробовать где-то еще, чтобы доказать, что все-таки... Да, неплохо так попробовала, взяла и победила. Что-то! Как вообще сматывались отношения с партнером? Так понимаю, что вы до этого ни разу не виделись, не были знакомы, да? Но он очень известный, популярный актер в Румынии, вот, наверное, такая Марья-звезда, вот как выкладывались? Мхатый и соберут! Да, но он на высоком уровне актер, там, талантливейший человек. Мне удостоилось чести побывать на многих его спектаклях. Он приглашал и внес огромный вклад в мое развитие культурное в то время. Намного больше, чем он мне дал, больше, я считаю, чем я, вот. Складывались отношения постепенно, постепенно развивалось наше доверие к друг другу, потому что это нужно завоевывать с каждым эфиром, с каждой тренировкой. Он доверял мне все больше и больше, и благодаря тому, что мы оба работоспособные и трудоголики такие, мы друг другу поверили и решили идти к цели. Наша цель не была победить. Мы хотели делать каждый наш спектакль достойным, чтобы это было красиво, чтобы в каждом нашем выходе была какая-то изюминка. И вот это общее старание привело к тому, что мы дошли сначала до финала, до полуфинала, после чего мы думали, что мы уже все, вот полуфинал и все. Но в полуфинале у нас был очень сильный номер, поставленный Джиди Качуляну, хореографом, который был в судьях. Это был выпуск, когда каждый из членов жюри был заинтересован в том, чтобы поставить хореографию этим парам, которые были в полуфинале, и было четыре. И благодаря тому, что этот танец действительно произвел фурор, я могу назвать это шедевром моей жизни сейчас, посмотрите обязательно, мы прошли в финал, и вот мы даже не надеялись, что мы победим. Даже во время оглашения победителя мы были уверены, что мы не победим. Ну да, было, видно, такое явное удивление, конечно. Да, и мы там разговаривали. Очень сильная большая свинела барабанная дробь. Мы там разговаривали, мы там отвлекались, и когда услышали, я просто была в шоке. Я начала рыдать, и от счастья это действительно... Я, честно говоря, вот сейчас признаюсь, я Олесю немножко не узнаю, потому что вот все вот эти вот штуки во время танцев и так далее, то есть ощущение полной самоуверенности, и тут человек говорит, ну я как бы не знал, я выиграю или не выиграю, для меня это были все большие переживания, вопросы доверия к партнерам тоже стояли очень весомо. Вот, кстати, расскажи, что такое доверие к партнерам? Ладно, я понимаю, допустим, когда девушка-танцор доверяет мальчику-танцору, поддержечки всякие, чтобы не уронил и так далее. А вот девушка-танцор к мальчику, это в чем должно проявляться? Девочка должна понимать, что он уверен в своих действиях, для того, чтобы не профессионал был уверен в своих действиях, его нужно научить и много раз повторять, чтобы сначала он был уверен в каждом жирении, шаге, обхвате рук, так скажем. И когда чувствуется, что человек уверен, что он меня держит сильно, тогда уже получаются все поддержки. А, самое интересное, когда мы первый раз встретились, он говорит, без поддержек, вообще без поддержек. И я его так потихонечку взяла на одну полуподдержечку, на еще одну, на еще, и в финале у нас там просто подряд под поддержки. А насколько вообще сложно человека, который ни разу не танцевал, то есть я на самом деле не знаю, насколько деревянный Мариус Маноли. А почему он не мог хоть как-то танцевать? Он вначале, изначально поступил на хореографический, год там проучился, и потом судьба его... То есть задатки были. Да, задатки были, ему это очень нравится. Он пластичный, и в принципе мне повезло с ним. Потому что, во-первых, его любит огромное количество людей и ценят, так как он вносит культурный вклад в развитие Румынии, и это ощущается, потому что он играет в главной роли, и за ним наблюдают, у него есть фан-клуб. Ну, в общем, это все там очень развито. И плюс к тому, что он актер и умеет, и знает сценическое движение, у него еще очень хорошо получалось и танцевать. Ну, я думаю, что ему с тобой тоже повезло в любом случае, потому что ты все-таки профессиональный танцор и известный. Много ли ты сама придумывала и вот вносила в вашу хореографию? Ну, все. Начиная от хореографии, движений, поддержек, заканчивая светом, кадрами и акцентами, которые я хочу видеть в кадре, нужно было все обговаривать. Плюс реквизит, плюс идея, плюс костюмы. Это все исходило от нас. Да, команда, которая работала, просто феноменальная. Это огромный опыт работать с такими людьми, которые уже сто лет в телевидении. И ты понимаешь, что, да, наверное, стоит прислушаться, потому что люди реально знают толково и знают, что делают. А вот, кстати, если сравнивать румынский танцевальный проект и российский, вот насколько там вот отличаются команды, подход к созданию продукта, вот что можешь отметить в каждом из проектов? Ну, кстати, такого отличия я не могу сейчас так подвести, крайне. Но ощущение того, что люди находятся на своем месте и занимаются любимым делом, это до слез, честно. Потому что здесь, в Кишиневе, у нас нет таких проектов, и это не настолько развито. А многие талантливые люди просто остаются без работы или меняют свое любимое дело на что-либо другое, чтобы заработать больше. А было ли вообще какое-то предвзятое отношение, но все-таки ты не изумыния, ты приехала к ним туда, и они говорят, ну, мы знаем, что в Молдове танцевальная школа не очень, ну, давай покажи нам, что ты тут можешь. Ну, дело в том, что наоборот, танцевальная школа там ценится наша, и они относились с уважением. Причем у меня было некоторое стеснение, потому что я в чужой стране, и за мной смотрится Лэ Молдова, и нужно было и его показать с хорошей стороны, потому что работать с актером – это ответственность, ты не можешь выйти просто так и сделать передвижение, и сказать, что это танец. Это должно быть на уровне, да. Когда нам сказали за ночь до объявления наших партнеров, нам сказали список мужчин, звезд, с которыми мы будем танцевать. Вот, и я, у меня было два варианта. Либо мне дадут Санду Лунгу, который борец огроменный, который еле двигается, ну, наверное, Молдованке его дадут. Вот, или почему-то второе у меня было, именно вот актер, потому что с актером надо быть очень серьезной, и делать какие-то хорошие вещи, ответственность огромная. И вот действительно, и мне дали актера, и я безумно рада. Но ты провела там несколько месяцев. Во-первых, как пережила разлуку с близкими, с мужем в первую очередь? Да, было очень сложно, были моменты кризисные, когда... И у него были кризисные, потому что у него график феноменальный. С шести утра он ведет русский... он ведет утреннюю передачу на радио. Потом он приезжает в час до... Это вы сейчас про твоего партнера говорили? Да-да-да, он, в студии Орили Медиа Про, где мы проводили репетиции, и репетиции я выжимала до, естественно, он весь мокрый, выходил, уставший никакой. И вечером у него два спектакля, заканчивая в 12 часов, два спектакля, где определенные главные роли у него. И он должен быть в 9, в 9 заканчивает один спектакль, в 9 начинает другой. Это он садится в машину без ассистентов, без никого, сам доезжает до следующего театра и играет, ну, и так было каждый день. И у него были кризисные моменты, и у меня. Находясь вдали от дома, вдали от близких, от мамы, от мужа родного, очень сложно было. Но это вот того стоит. Так, ну хорошо, ты показала это, то есть стоит кубок на столе. Красивый. Насколько знаю. Большой, но... Это явно не 100 тысяч евро, которые были озвучены в плане выигрыша в конкурсе. Да, чтобы понимали, дорогие телезрители, главный приз конкурса был заявлен как сумма денег. Это 100 тысяч евро. То есть, в принципе, мы ожидали, что Олеся, когда вредит к нам в гости, она поставит на стол кубок, и рядом будет такая небольшая пачка денег. Да. Но нет. Почему? Эти деньги, благие деньги были направлены на Hope and Homes for Children, организация благотворительная, за что мы, собственно, и боролись. Очень приятно, потенциал большой. К чему я подвожу? К тому, что благодаря нашим умениям и способностям, и благодаря талантам можно делать хорошие вещи и действительно помогать близким. Вот признайся честно. Да. Если бы тебе эти деньги дали в руки. Я никогда не скажу о том, что... Да, я их представляю в руках, да, материализирую. Если бы тебе их дали в руки и сказали, вот стоит представитель этого конкурса, ты бы смогла... Ой, не представитель конкурса, да, могу говорить, наверное, ты бы смогла вот... Причем все, полностью. Все, полностью. Да, это было бы сложно, но да, конечно, я бы с удовольствием отдала, и когда понимаешь, что действительно организация работает, и это не какая-то подпольная организация, это все очень красиво, и много лет развивается у них, и доверяешь, и, конечно, да, нужно помогать. И что мне сказал муж? Говорит, что вот сегодня отдал, а завтра получишь. То есть, друзья, вы понимаете, у нас в гостях не только хороший танцор, но и добрый человек. Ну, вообще, как-то жизнь изменилась после конкурса, понятно, что сейчас вот постоянно интервью, какие-то вопросы, но есть ли какие-то перспективы, может быть, есть уже идеи насчет каких-то следующих конкурсов, телепроектов, что будет дальше? Пока все остается в секрете, я надеюсь, что то, что задумано, сбудется, и... да. То есть, следует ждать от тебя новостей? Следует всегда ждать. Я очень люблю к вам ходить, поэтому мне нужно что-то делать, чтобы сюда приходить. Саша Лиз, мы были очень рады тебя видеть у нас в студии. Правда, мы ждем большого количества новостей с новых танцевальных конкурсов, шоу. Может, каких-то своих проектов. Своя школа танцевальная в Кишиневе, в Москве, в Киеве. Вот всего этого мы тебе, правда, очень желаем. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!